Собрание депутатов Ненецкого округа отметило 20-летний юбилей. Впервые народные избранники собрались в далеком 1994 году, чтобы определить, по каким закону будет жить округ и в каком направлении ему развиваться. Нелегкий путь становления законодательной власти в округе бывшие настоящие парламентарии вспомнили на праздничном вечере. Последнее десятилетие 20 века, 1994 год. Новое государство только строится, а законы прошлого уже не действуют. Децентрализация власти вынудила регионы жить самостоятельно, и один за другим по стране стали работать парламенты. К общесоюзным законам добавились и региональные, за которые отвечать перед народом придется самим же депутатам. Опыта у нас в разработке подобных законов не было, поэтому приходилось ориентироваться на федеральный опыт. Я уже говорил, что мне просто посчастливилось быть народным депутатом РСФСР, еще на верху на свете РСФСР, до его разгона, вот так сказать, 1991 по 1993 год. Поэтому определенный опыт с моей стороны был. Это сегодня создать закон для депутатов – дело привычное. Тогда же выходцы из народа только могли предполагать, каким должен быть эффективный закон. Первопроходцам пришлось с чистого листа начинать законотворческую деятельность. На праздничном вечере вспомнили каждого, особенно тех, кого уже нет рядом. Я хочу, чтобы вы всегда помнили, депутаты – это слуги народа. Слуги с большой буквы. Это самое важное. И поэтому все сегодня говорили о том, что где-то в чуме знают депутатов, в городе знают депутатов, не забывайте – вы волеизъявители тех людей, которые здесь живут. За 20 лет работы были приняты сотни законов, регулирующие различного рода отношения. Но дело даже не в количестве, а в качестве документов. За последние десятилетия уровень жизни населения значительно вырос. Всевозможная поддержка самых различных слоев населения, инвестиций в экономику дали положительный результат. Очень активные депутаты, как бы называются, от земли и поправляют наши федеральные законы. Изменения вносят в законы, которые уже приняты России в федеральном собрании. И это правильно, потому что, а пробира фихина в работе конкретной, получается, что некоторые, ну не всегда ложится законодательство федеральное вот на субъект, на поселенческий уровень. Поэтому сейчас очень серьезные изменения вносят в 131 закон, в 44 федеральный закон. 14 сентября жители округа выберут новый состав законодательного собрания. Этот созыв будет уже шестым по счету, а по назначению все тем же. Его главными задачами останутся создание актуальных и действенных законов, направленных на улучшение жизни северян.